Господа, вы часто спрашиваете, как там гусь А гусь на самом деле живет себе спокойно припеваючи в том домике, который я ему купил Там есть отопление, там есть теплые полы, там есть еда, вода и все что угодно Если вы, например, хотите сменить свое жилище, потому что вы стали самостоятельным Улетаете из родительского гнезда, нужно переезжать по работе или просто расширяетесь Но при этом покупка квартиры в ваш план не входила Тогда вам поможет единственный вариант, это снять жилье Ну а где же это лучше всего сделать? Конечно же, на ЦАН с помощью специального сервиса СДАЙ СНИМИ Тут можно выбрать и арендовать квартиру по душе И самое главное, если у вас, как и у меня, ну уже, похоже, братишка съезжает Есть свободные площади, то самое главное, их можно сдать Сервис поможет найти идеальных арендаторов, окажет юридическую поддержку И самое главное, защитит вас от рисков даже уже после заселения жильцов В общем, действительно, очень просто и удобно Все, лети наконец-то Поэтому проходите по ссылкам в описании, изучайте и пользуйтесь Субтитры сделал DimaTorzok Господа, здравствуйте! Как вы знаете, недавно другие господа с Offroad SPV приобрели себе неплохой Arnach 99-го года Вы только посмотрите Даже тот звук, с которым закрывается дверь, это уже прямо трепет сердечко Но случилась неприятность Изначально на ней хотели ездить и получать удовольствие Где-то закапал тасол И именно чтобы исправить только эту неприятность Ребята заехали сюда, в Джаггер гараж Кстати, там снят мотор Господа, отличный двигатель на 6.75 объемом Который вроде как чем-то похож на BMW-шный Но по факту, по-моему, не BMW-шный Это что-то допотопическое Непонятное на 8, к сожалению, цилиндров 6.75, каноничный объем для Rolls-Royce Табличка Rolls-Royce на стойке двери Bentley Говорит нам о том, что вроде бы должно быть Double Six Или, ну, так раньше называли его в Англии Или V12, как называем его мы Но, тем не менее, это V8 И вроде Rolls, который был в таком же кузове Назывался он Sephardt или что-то такое, по-моему Тоже был на V8 Там тоже не было V12 Мы все просрали Ну, вернее, они, а мы типа уже сейчас этим расхлебываемся Вернее, ребята, а мы за их деньги снимаем, да Идеальный вариант, но так принято в сервисе с этими автомобилями Значит, устранить течь-то соло Здесь, на самом деле, практически невозможно Потому что радиаторов здесь три Но, вернее, там их еще, наверное, по факту больше Есть даже интеркулер То есть это мотор турбированный, чтобы вы понимали 400 сил и 900, мать их, момента Коробка при этом здесь стоит не заставь Как это принято было в Европе в те года А какая-то американская Говорят, что от первого Хаммера Maybe По крайней мере, надпись USA Гордо здесь, собственно, покоится на шильдике у этой коробки Сам мотор, помимо того, что это V8 на 675 Еще имеет на себе очень интересные технические решения В связи, присранный 35-й гарит К сожалению, он реально присранный Потому что стоит он здесь И у вас идет, значит, вот так вот одна штука А от второго коллектора вот такая Это все должно типа равномерно дуть сюда на впуск Интеркулера, как такового, на морде нет Он висит здесь, жидкостно и встроенный Нечто похожее на то, что применяется сейчас Land Rover в 5-литровом компрессоре И дальше все это переходит в два впускных ресивера Которые каждый дует в две башки Потому что с каждого ресивера у нас один канал идет прямо в горшок, который под ним А второй идет в противоположный И так наоборот Дросселей у нас типа три Много очень... Рейки топливные стоят две внутри, опять же, всего этого большого впуска И чтобы их обслужить или добраться до форсунок, что-то с ними сделать Надо все это скидывать Все это, к сожалению, содержит шильдики Bentley То есть все это должно стоить невероятных денег Где это взять и где еще те трое, которые купили это кроме вас в этой стране Непонятно Решение нашлось Владивосток на связи, господа V8 на 300 сил Я уже не буду называть его Trio ZFE Потому что от этого вы начинаете бросаться в экран Продукции магазина розовый кролик Давайте так скажем Не будем уже упоминать конкретно Он туда залетит как родной Что, конечно же, решит все проблемы по охлаждению, по течам радиатора Потому что топливные рейки внутри здесь Они снаружи, видите, все очень тяно Здесь всего один дроссель Все проверено И сил в нем 280 Есть решение с двумя турбинами, ребята Я тут недавно опробовал Будет также 400 Момента, конечно, поменьше Но, тем не менее, машина никогда не будет такой быстрой Но она будет вечной А вот из того, что варнажа менять было не надо Но, к сожалению, все равно поменяем Это задний подранник в сборе С непосредственно редуктором задним Который также переваривает 900 ньютонов Это огромнейший редуктор Вот к нему еще два чулка сзади приделать И 60-ая дана теоретически уже готова Но он, к сожалению, свободный А нужна блокировка Вот почему мы его меняем Ребята все-таки хотели на кольцо Помимо кольца иногда они увлекаются дрифтом Поэтому хотелось все-таки, чтобы зад был блокируем и принудительно Есть решение Опять же, оно приедет буквально через недельку Именно под эти автомобили специально рассчитанные Мы долго заказывали Ребята сейчас готовят В Питере есть хорошие тоже пацаны Потом расскажем о новых них Все сделают в лучшем виде Из интересного В этой машине еще не было активных стабилизаторов Гидравлических стабилизаторов Размыкаемых стабилизаторов Уперечной устойчивости А сама устойчивость уже была Реализована это по типу Франции Здесь есть штуки от Ситроена Вот такие вот полусферы Они же просто сферы, вернее, гидроаккумуляторы Призваны были запихивать давляк в стоечки По требованию каждая из этих стойок могла становиться нереально жесткой И даже приподнимать чуть автомобиль В случае, когда это было необходимо На самих же стойках у нас также есть огромные сервопривода Которые, скорее всего, переключают режим мягкий жесткий у этого амортизатора Но эти гидроаккумуляторы, помимо поперечной устойчивости Как вы понимаете, могут работать все четыре вместе И также еще контролировать продольную устойчивость Что гипотетически давало возможность этой машине Практически плыть под любым типом покрытия Или на тут уж как пилот, собственно, заведет куда Два чудовищных бензонасоса Которые стоят вот здесь Питают этот 675 V8 без проблем Они, кстати, здесь остаются Потому что, ну, мало ли на УЗ Станки, Каеновские форсунки И 35-й горит, мы этого не знаем 35-й горит, ведь у ребят уже есть Осталось только дунуть, собственно, на изи И дальше все эти магистрали Учитывается, что из гидравлика идут вперед И переходят к еще одному Очень интересному техническому решению Вот здесь, вот в этом самом месте Стоит главный тормозной цилиндр Потому что в этом маленьком компактном автомобиле Больше не нашлось места, куда его можно поставить Представьте себе Причем здесь стоит только ГТЦ Вакуумник не здесь Он стоит еще в другом месте Все пришлось разносить Потому что, ну, нету больше здесь места Это на самом деле очень круто Но это далеко не все Погнали дальше Технический сатанизм Арнажа Это система охлаждения Количество радиаторов, помимо основного Есть еще вот это вот Это не кулек под воздух Это также тасольный радиатор Дальше вот это вот Это радиатор у нас Слушай, я даже не вдупляю чего Он и тасольный, и с чем-то он из двух секций состоит И масляный Масло, он причем охлаждает Нет, наверное, это не коробки Это, наверное, масло типа гидрача Или что-нибудь типа того Масло коробки охлаждает Радик еще, который стоит здесь уже от УАЗа Также еще тасольный радиатор У нас один остался на моторе Вот он Вот еще один тасольный радиатор стоит здесь Все это питается помпами Одна из которых стоит на двигателе Вторая стоит еще в Бентли Третья еще стоит тоже в Бентли Четвертая висит на кронштейне на Бентли Пятые и шестые спаренные еще стоят тоже на Бентли Это только тасол Мы разговариваем с вами только все про тасол Потому что тасол охлаждает как сам двигатель Также интеркулер жидкостный Который стоит прямо в развале бошек Также, видимо, что-то еще Потому что здесь куча теплообменников Кондейных радиаторов здесь также два Потому что, видимо, двухконтурная система кондиционирования Видимо, перед-зад разделена И все это любит голову Поэтому, ребята, Владивосток вообще нормальный, ребята Камон Едем за УЗ-ом Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Господа, сейчас самое интересное Почувствуйте силу Игнат, подсветишь это нормально во второй эффекте? Что вот так вот прям Короче, смотрите, это уникальные конструкции рама Такого никогда не было раньше во вселенной Потому что я не видел Может и было, но я не видел, а значит не было Значит, соль в чем? Во-первых, это нержавейка Можно сейчас долго, наверное, повыеживаться Объяснить, что это там супер технологично и так далее Не было чернины просто Поэтому нержавейка, вот на самом деле, по факту получилось так Зато ее не надо красить Плюс Это помимо нержавейки еще и лазерная резка То есть вот эти вот листочки Они заранее были вычерчены Потом были нарезаны И с нескрываемым, наверное, энтузиазмом Прикладывались, типа подойдет, не подойдет Да, было такое Ну, всегда существует некая вероятность А, изначально картон был? Дядя Вань? Нет Картон они... Прям вот так? Дочка была из чернины А, ну, в общем, картон, да По сути, в нашем понимании был некий картон По которому были сделаны уже чертежи По чертежам вырезана лазерная резка Дальше труба гиб Труба И у нас в итоге есть две трубы Вот такого сечения Между которыми, как вы видите, вот здесь у нас на полу Из лазерной резки, собственно, эти пластины К ним пока что на прихватках Здесь уже больше проварено И в итоге все это складывается В некие такие лонжероны рамы Весят которые? Ну, весят они на самом деле Слушай, под, наверное, сорокет полтосик Что-то типа того А угадал, нет? Ну, там до полтосика Что-то мне кажется Опять, опять Все-таки третий позвоночный датчик-то еще работает Смотри, ну до полтосика я сказал, да Да Да, короче, 42 килограмма Каждый ветвь весит Что нам говорит? Ничего Потому что потом все это усиливаться будет Божественные патрули Естественно, в случае с Бентли Выбора особо другого не было Можно купить, конечно, гелик порталы За миллион каждый Можно купить лапы За типа они сейчас стоят там что-то 500-600 Надо сильно поискать Или проверенные решения Прямые, но патрулячьи мосты Да, это 100 тысяч рублей Потом еще 100 тысяч рублей Чтобы они из того, что вы купили Стали вот такими Перебранными С передней блокировкой С клюшками Со всеми делами На новых тормозах Новые машинки тормозные Все восстановлено Смотри, вот это все Вот это промазано Прямо Прямо как с консервацией Реставрацией И всего остального прочего Но зато они держат Любые колеса Вплоть до 42-х Было куча согласований Ребята думали и так и сяк Вообще изначально все начиналось как всегда С 37-х колес Дело в том, что это очень важный момент Это очень важно Потому что я уже много раз объяснял Что все, что делается вот здесь Делается из-за этого Любая колесная техника для бездорожья Строится от колеса Все зависит от того Какое у вас есть колесо И от его размера Зависит все остальное Что будет вообще здесь Поэтому в этом случае Это наоборот уже все было И нужно было к этому подобрать колесо И в зависимости от этого колеса Меняется Вообще просто глобально все Кардинально Все будет другое Изначально планировались 37-е колеса Что это дает на патруль мостах Вы увидите в Ниве Будет очень интересно С 42-ми все будет совсем по-другому Потому что эти колеса Совершенно не будут позволять Идти ходами То есть нельзя будет лупить Просто бесконечно Потому что будет просто резать полуоси Это очень большие Тем более как вы видите Трактора Диски будут другие Но размер колеса И его профиль рисунка Будет таким же Но потом пацаны все поменяли А колеса стали 42-3 подорами Типа чтобы можно было Деяли в булочную гонять В итоге получается очень красиво Очень нарядно И самое главное Что если вам теперь нужны траверсы То есть вы не знаете Где у вас пока будет коробка Ну допустим Это мощный проект Рулетку еще никто в руки не брал Гипотетически То вы в любой из этих дырок Можете вставить такую же стандартную трубу И соорудить из этого Абсолютно любое количество Поперечин Траверс Усилений Все что хотите в общем напихать И у вас получится некий такой эффект лего Когда вы сами уже по факту что собираете Регулируете Ненужные дырки Хотите заводите Хотите оставьте так в виде перфорации Облегчения Можно вставить в них светодиодную подсветку Вентиляторы Все что угодно еще Короче здесь безграничный простор для фантазии Самое главное что естественно Эта рама будет нести на себе нагрузки Она полностью повторяет контур родных лонжеронов Потому что Bentley Она хоть и кузовное Но это очень похоже на самом деле На интегрированную раму Потому что это огромнейший толстенный лонж Который начинается там в носу И идет вот так Вот так Вот так Он нигде не прерывается Он абсолютно прямой Вот сюда идет И хлоп Только вот здесь он закончился Все Дальше от него уже начинается другой хвост Но Это очень мощная конструкция Как и в случае с Continental Когда мы пилили Arnage Также сделан Ну действительно на века Очень жесткий кузов Из-за того что просто он очень длинный Но поскольку мы в него ставим Теперь неразрезные мосты Огромные тяжеленные колеса И мы знаем специфику будущего владельца Вернее фактического владельца и заказчика То скорее всего это естественно не выдержит Поэтому это все еще дублируется Усиливается И теперь этому кузову хана не наступит никогда Можно будет Наверное даже прыгать Скорее всего порвет мосты Но с рамой точно ничего не случится И мосты порвет только потому что Опять же 42 Были бы 37 Но с 37 Она смотрелась бы как обычная машина 37 на таком размере просто И сжались А не вас на 37 Там просто Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вроде как Иван говорит Что она могла бы идти чуть полегче Если бы она не была из Нержи Но историю про Нержу Мы по-моему уже рассказывали На всякий случай не будем ее рассказывать Значит тут все очень посчитано На металлобазе не было Другой металли Поэтому металла Поэтому здесь Нержа Вот такая жесточайшая Инженерная задумка Что это говорят о том Что во-первых Джаггер гаражу все равно Из чего варить Значит завозим завтра Березу Адамантий Вольфрам И из всего этого делаем рамы На всякий случай Потому что сварочников у тебя сколько уже Вань Да Не будем раскрывать карты Чтобы еще подвозили На самом деле На каждый вид металла Уже стоит отдельный заряженный сварочник И все это получается вот таким Значит первоначальная задумка О том что рама перфорированная И через это можно в нужное место Вставлять поперечины Она частично нашла свою реализацию Потому что в эти дырки В итоге вставлены поперечины Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Еще на морде Но изначально Как я понимаю В плане у тебя все казалось Немножко легче Да В итоге все таки Вставить трубы Это все проваривать Это тоже еще та затея Да Проще все таки обычно Вот Квадратного сечения Накладка Плюс такая Но выглядит зато Ребята шедеврально Эта рама сама по себе Сейчас выглядит так Что вот на ней Хочется куда-то ехать Естественно А накладки Вернее отпечаток Всего этого накладывает Еще само Бентли Потому что у Бентли Удивительно Во-первых Узко стоят лонжи На которые Собственно Завязана сама рама И она Прям вот от них зависит Что прям Никуда не денешься То есть у тебя Собственно основной Хребет рамы Должен быть вот так узко Во-вторых Сама по себе Бентли эпическая широкая Если мы выводим подножки Чтобы за них Сжечься подножки Получается Вы видите на каком выносе То есть гипотетически Сейчас рама Чем-то напоминает Формулу 1 Вот этот болит Знаешь Что вот здесь Посередине сидит человек Обтекатели И как бы все это Куда-то дубасит Очень интересно Но если бы просто У Бентли лонжи Стояли шире Что конечно было бы Вряд ли на самом деле По конструктиву То тем не менее Рама сама была бы Может быть даже Более пропорциональной Что ли Она бы здесь Как всегда Вот так стала Раздвинулась сюда Пошло Вылет подножек Был бы меньше Но поскольку он Такой огромный Соответственно На вылете подножек Приходится делать усиление Потому что Если вот здесь На джеке Будут подниматься 2,5 тонны А вероятнее Может быть даже Будет и 2,600-700 То тут уже будет Такой рычаг Так все это будет выгибать Что естественно Приходится делать Еще дополнительную опору Которая будет сюда прилетать И таким образом Это все не будет обламывать Самое интересное Здесь это действительно Вот крепление лебедки Лебедка будет сидеть На раме Естественно Как она в любом Рамном внедорожнике И должна быть Но она сидит вот здесь При этом сам радиатор Охлаждения Останется здесь А двигатель здесь То есть тут будет Прямо вот такой вот Промежуток Чуть не сказал Просак В который будет попадать Непосредственно Сама лебедь А не нужна Ну логично Да Размотку В конце концов Это же не соревнование Ну мотаешь Просто чуть подольше Самой лебедью Да То есть у лебедки Если кто не знал Есть размотка Поднимаете флажок Или поворачиваете Этот рычаг Что угодно И начинается Свободный ход лебедки Включается То есть муфта Отсоединяется От самого двигателя И очень легко И вытаскивать получается Барабан разматывает Дальше собственно Роспуск обратно Замыкается И лебедка начинает Тянуть Или растягивать Уже муфта соединена Барабан С самим электрическим двигателем Здесь это просто Не будет использоваться Или можно поставить Пневмороспуск Таких проблем не будет Но это актуально На соревнованиях Когда вы спешите Когда вы собственно Чилите И лебедка у вас Скорее всего Не как рабочий инструмент Я подозреваю В этой машине будет А как элемент спасения То есть вспомогательный инструмент Если что-то пошло не так Плюс мы все-таки На сорок вторых колесах Если что-то идет не так На сорок вторых колесах А вы на Bentley Кто вы? В Road SPB Это все понятно Но то есть Эта ситуация такая Уже близкая к абсурдной И что самое главное Здесь Как и Если мы говорили Про желтый Raptor Минимум пореза кузова Что очень радует На своем месте Остается даже главный тормозной цилиндр Да То есть прямо А он Ну чтобы вы понимали Я показываю Главный тормозной цилиндр На своем месте Под левой ногой У человека Который сидит под нищем Но это Bentley Все-таки тогда Наркотических веществ В конструкторское бюро Заезжало больше Чем денег Поэтому они просто Чертили то Что им хотелось И оно после этого Продолжает работать Коробка на своем месте Будет двигатель На своем месте Но когда сейчас Начнется компоновка Вы поймете Что место этого У двигателя Там и у всего остального Совсем чуть-чуть В общем господа Как вы понимаете Работа кипит Работа в разгаре И машина практически Готова к выезду Давайте Она вся собралась Мы это не снимали Потому что все-таки Это не наш проект И весь эксклюзив Все основное Там будет оффроуд спб Потому что они тоже Не снимали по-моему Да Дядя Вань Никто же не снимал Да Отлично Мы как бы больше Им оставляли А они оставляли Это все На А вот Все Значит на канале Джаггер гараж Выйдет уже подробно Техс техничка же будет Вот такой мужик Короче смотрите Все влезло Но естественно Влезло не без боли Особенности Bentley Именно этого заключается В том что По моему мнению Как будто она делалась Из более маленького автомобиля То есть понятно Что там немножечко От BMW Где-то должно уже Подзалетать И у меня есть строгое ощущение Что это сделалось Все какое-то из пятерки Потому что Очень узкие лонжероны И столбы Немеренно завалены внутрь В итоге у нас получается Подкапотка Очень длинная И очень узкая И мы такие Ну не мы А Иван Вроде же вместо вешки Вешку и ставим А все равно Нифига сюда не влезает Потому что Развал бошек Практически идеально Равняется ширине Между столбами И в итоге Оно вот так-то влезло Там с зазорами В 10-15 миллиметров Рулевое Все просто в атаке А в длину Остается еще Взлетная полоса Поэтому между мотором И радиаторами Упала лебедка И еще запас Под вторую Вертикалка сюда влезет Я тебе говорю Нормально будет Просто без проблем И мне в мороз Спуск давай еще На все это накидывай И все здесь Все прям поместится Без проблем Можно было сюда Еще и ресивер С воздухом захерачить И компрессор Чтоб все прям здесь Было и шины Чтобы горяченьким Качались То есть в принципе Я не знаю Какой мотор Идеально для JZ То есть для рядной Шестерки Для V12 Вот это все Подошло Традиционно Иван Джагер Гараж Старается сохранить Аутричность автомобиля Родной бачок Расширительный Который теперь Ну работает Немножко по-другому Потому что Эта пробка Больше не нужна Есть родная пробка На радиаторе Сервоприводы Которые управляют Климатической системой Два контура Перед зад Они родные Вот это родное Вот это родное По той стороне Блок практически мозгов Как родной стал Вернее Коробка-то родная И есть от блока мозгов Только в нем Теперь стоят Тойотовские мозги По тойотовскому мотору Также мы имеем впуск Практически родной До MAF MAF естественно уже идет И фильтр нулевого сопротивления Вопрос со шноркелем Пока не решен Потому что шноркель Тут надо понимать Где эту красоту резать И как Чтобы это все было красиво Это же Bentley Здесь эстетическая часть Во главе угла Также стоит Поэтому шноркеля пока нет Но для тестового выезда Я считаю что все в порядке Поэтому надо что сделать Надо взять И тестово выехать Так ну и как обычно Традиционный штрих В конце это выхлоп Выхлоп этот раз Немножечко с новинками Немножечко все интересно Выхлоп град Достигает новых высот Помимо того Что это у нас Магистраль из нержавейки Все очень красиво Все очень нарядно Но Выхлоп еще и управляемый Естественно В нем есть заслонки При этом Выхлоп все равно Управляемый Он производится в одну трубу В конце То есть не как обычно Раньше мы делали по простому То есть у вас заслонка Сбрасывает звук Грубо говоря До банки Или через саму банку Так и получалось Громкая Или тихая Теперь в любом случае Выхлоп идет через задние банки Которые здесь висят Но внутри банки Две конфигурации А заслонка стоит На входе в банку Таким образом у нас Получается наоборот В банку входят две трубы А из банки выходит одна Таким образом Она одновременно и громкая Дядь Ванька за ней А теперь сделай тихий И одновременно Оно же Давай, давай Собственно и тихий И получается Очень все нарядно У вас одна баночка стоит Как и была Причем они такие Очень компактные эти банки Они очень красивые Естественно Поскольку из не ржи И вы получаете Полностью функциональную систему С одними этими трубами А допустим Если бы у нас сейчас Было сделано как в УАЗике Ну в УАЗике Там грубо говоря тихий выхлоп идет под задний бампер Громкий выхлоп идет в порог Вырезан Или как обычно Просто до банки Еще сброс начинается Когда вы газуете На громком выхлопе Пар начинает идти Отколотый из-под багажника В этом случае уже все нарядно Все прям как у заводских машин При этом естественно Выглядит это гораздо лучше Можно ехать Самое главное Для начала Нам с вами нужно понять Как тачка будет В обычном использовании В повседневном Потому что есть Ну Специфика клиента Давайте так скажем Предполагается Что машина может использоваться Препо на каждый день Мы просто предпочитаем Не лезть в это все И да Окей Если предпочитается То предпочитается Значит для Простого Высота погружения В салон У нас вот порог Как это говорится Значительно выше колена А сиденье Вот подушка сиденья Она мне по пупок Практически При том что ростом Я 183 Значит варианты Сюда залезать Это может быть ручка Она вот здесь Но она Она от Bentley Очень дорогая Я не хочу Опять же в это лезть Мне не нужны проблемы Поэтому нужно залезать Как-то по-другому Значит варианты какие Если допустим Хорошо если вы 183 А если вы Игорь Вот админ И что ему делать дальше Куда И так далее Никак он не залезет Но придется что-то думать Значит Если вы вот так вот То ну собственно Какие варианты Можем попытаться Вот это вот И дальше Вот тюлени Биться здесь Вот так вот Пытаться вот куда-то Значит отсюда выползти Так вот Погоди братан Я все умею Вот Это один из В принципе вполне себе Рабочих Ежедневных Вариантов Чтобы сюда залезть Но есть и второй Он больше подойдет Женской аудитории Потому что первично Надо сделать вот так Встал Улыбнулся Посмотрел в камеру Опять же Дальше берешь руку за руль Вот так И вот так То есть в принципе Требуется сноровка В любом случае Что ж мы внутри Поехали Так далее У нас все как обычно Естественно заводится Ключом Коробочка автомат Зубчиками кверху Надо ключ держать То есть наоборот Я понял Отлично Бентли Воет у нас гидробустер Да дядя Ваня Вот это он ощущается Окей Гидробустер Потому что можно поменять Новый стоит Сто с чем-то тысяч Переадресуем Этот вопрос По собственнику Автомобиля Поэтому гидробустер Стоит БУ Впрочем Это не так-то особо И мешает Я бы сказал Окей У нас работают Все приборы Кроме давления масла Ну естественно Штатный мозг Бентли немножко ругается Выдает здесь Ошибку По Потому что не хватает Во-первых Масла в двигателе Масла в гидроусилителе Не хватает Амуладики Типа все ему не хватает Хотя на самом деле Все естественно в порядке Просто еще до конца Не скрещивалось Сейчас побольше блоков Переходных блоков Адаптации И все поскочит Значит Управление у нас Самое обыкновенное Все работает Кресло у нас работает Пожалуйста Я могу регулироваться Весь замечательный Автомат ставим Давайте в драйв Даже его поставим И поехали Как они катаются Такой-то неровко Все-таки вопрос Потому что такое Сразу Россия и так Для грустных А тут еще депрессия Так и начинается Через то Что ночь наступила Но мы сейчас Не будем пока Науфроуд Мы едем в город Мы едем за булочкой Потому что у нас Обычная В общем-то Хлебовозка Вахтовка Какая еще Может быть Такая большая машина Так Мы же на тихом Выхлопе Да сейчас Это сейчас Мы на громком Вообще не ощущается А давай включим Тихий Хорошо Оф Все Ну да Слушай Столько шумоизоляции В салоне Что ты в принципе Не ощущаешь Да Прикол Мы едем На 42 колесах То есть Это колеса Больше чем у Шишиги По размеру По-моему Очень комфортно Прямо мягонько Слушай Не скажу Что они такие огромные Да Конечно На гидроусилители Передаются усилия От того Что мы все-таки Очень широкие Очень высокие Очень огромные Блин Я бы сказал Что на Врэйнглере Здесь будет менее комфортно ехать Да Ребята На ваших BMW Наверное Тоже будут проблемки Но это все еруда Это пересеченка Давайте на асфальт Нам же самое главное Все-таки Как мы будем чувствовать себя В городе Да То есть кажется Что на самом деле Трясет И так и есть Немного ее покачивает Просто если здесь Для контраста Сесть сейчас На другую тачку То Прям вопросов Будет гораздо больше Разгон до 100 Мерить не будем Я думаю Он будет вполне себе Понятный Из-за таких колес Там ничего особо Интересного Ну-ка Тахометр работает Авиационные Такие звуки Прям 4500 Мы крутим Максимум Тоже это не предел Слушай Мы держимся Я не знаю Какая скорость Сейчас видимо узнаю Непонятно На этой машине Вообще Она из другой реальности Совершенно не очевидно Как мы едем С какой скоростью И так далее Куда мы поворачиваем Ох Я продавил Вот это колеса Я не знаю Какая скорость Просто понимаешь Мы можем уже лететь На самом деле О, это были Лежачие полицейские Это прикольно Мы их прям Не заметили Ну-ка Стык асфальта Здесь все Притормаживают Просто Да Это интересно Какие-то пробки Смотри Жалко Что мы в них Не будем стоять Ну ничего Ничего Ну-ка Опять 70 Да нет Она вообще То есть в городском режиме Тахометр выше 2000 Не поднимается В принципе И ну-ка Разгоняемся Жесть Это какая скорость Сейчас Погоди Сотка Наверное Да 95 95 Ну в общем-то Дальше мы уперлись Поток Быстрее Здесь не ездят Ну слушай 100-110 Можно спокойно На ней держать Это самое главное Больше я считаю Для таких тормозов И для таких колес Просто не надо Потому что их невозможно Отбалансировать Короче мы выяснили Что тачка нормально едет И по бездорожью И по асфальту И если Заказчик Давайте так абстрактно Говорит Некий заказчик Да Хочет на этой машине Поехать в экспедиции То в принципе У него это получится Это самое главное Что мы хотели Сейчас установить Для бездорожья Вначале Нам понадобится Панель контроля За оффроудом Как мы ее назвали Здесь появился Новый блочок На котором Очень много тумблеров Но тем не менее Все они хорошо понятны Это у нас Включает полный привод Блокировки Перед-зад И Компрессор Который включается Который стоит в багажнике Низ у нас Отвечает за Смотка Размотка Лебедки И две Силовые рулюхи Которые рвут массу Это рвет массу Вернее рвет плюс На лебедку То есть мы можем Включить И Лебедь заработала Вниз выключаем И лебедь работать перестает И это штука Которая рвет плюс общий На всю машину То есть прерыватель массы Грубо говоря Педаль Которая раньше отвечала За ручник Теперь отвечает За включение понижайки Напоминаю Тумблер Полный привод Вкл-выкл Допустим Оставим его сразу вкл Потому что сейчас поедем И понижайка у нас Вверх Она сейчас включена Включается Грубо говоря Вам придется тянуть Ее или ногой Или носочком И вниз Она типа Выключается На заглушенном Сейчас может конкретно Не получиться Потому что еще и коробка Должна в нейтрале Стоять Таким образом Все вот эти рычаги Отвечают именно За оффроудную часть В любом случае Поскольку это все Электропневматическое Это можно все потом Если здесь типа мешает Там в колено кому-то Можно будет перенести В другое место Это не проблема А ручник Он здесь был штатно Он если уж мешает То как говорится Мешает он Самого мать его Завода Поехали Так поедем мы На полном приводе На понижайке Без блокировок Просто чтобы понять Как оно Без блокировок Выворота мало Выворота мало Серьезно Парктроник Успокойся Все будет хорошо Но чуть позже Да 42 Это конечно Определенная Свобода На оффроуде Но при этом же Определенные недостатки Мне кажется Все таки 37 топ Это прямо идеальное Вот На сегодня Да Низковато Да Конечно Не космос Но На них Все так легко На них Все можно Так Нам нужно Сберечь бампера Потому что Они опять же Заказчика Совершенно Не понимаю Как это все Там выглядит Но вы же Если что Будете издавать Какие-то звуки Соответствующие Ну Не напрягается Понятно Он еще тяжеленький Смотри Как он под собой Прям давит Препятствии Да Главное Ей так легко Все спокойно Я не то что Там топлю газ Нет Там тысяча оборотиков С хвостом Прям все Едет Да Конечно Слушай Ну выглядит Вообще ни о чем Да На таких колесах Надо для контраста Сюда что-то загонять Надо патриот Сюда загнать Нет Кашкай Игорян Гринь Встань сюда Для масштаба Просто Понимаешь На картинке Да На картинке Это выглядит Ну как-то Вот То есть У меня Капот У Врэнглера Ниже Чем Эта ступенька Капот Я просто Хочу домой Сейчас Дотянулась Уже Похоже Да Я просто Сижу Вжавшийся Вообще В это кресло Да Вообще Ничего Погазовать И попрыгать Мы не сможем Потому что Это 42 Это Огромные Колеса И для этих Мостов 42 колеса Это уже Предел Это не 37 Как у Нивы И допустим Не 35 Как на которых Я катаюсь В Рэнглер На них Не получится Дубасить Газ В полос И прыгать Это именно Вдумчивые Такой Спокойный Уф-роуд Где вы Потихонечку Ползете Ну все Это видели Собственно Уже у ребят С уф-роуд СПБ И на фоне Этого Естественно Все кочки Кажутся Просто Ниочемные Но они Все огромные Здесь Минимальные Препятствия Везде По пояс То есть Это все Вот такие Ступеньки Которые Она переваривает Надо еще Поискать Да Давай Там запас Там все Нормально Давай Давай Вообще Без проблем И он ее Просто Да Он ее Давит О Вот это Уже Прямо Надо Раскачиваться Взад Вперед По бамперам Все хорошо Везде Пройдешь Именно Взад Вперед Раскачивайся И трамбуй Да И так Еще Пару Раз Нет 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 Именно Ну Это Прям Мощь Ты Близко Да 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 О Господи Какое Чудовище О Боже И что После него Остается Просто Разрушение Монстр Монстр Просто Монстр Что Давай Сравним С Врэнглером Все Так Попробуем Давай 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 Потому что На контрасте Сразу Многое Станет Очевидно На самом Деле Я же Нетравленный Что Ты Нетравленный Это Один Килограмм А у меня Два Килограмма Нетравленных Так Ну что Все блоки Все блоки Понижай-ка Распущенный Стаб И злее Врэнглер Уже Стать Не сможет Нормально Да Все Едем Мне кажется Я перевернусь Нахрен Короткая Так Спокойно Спокойно Я смогу Капец Он все Чиркает Сразу А я Ходами Зайду Вот так Вот 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 Так Видели Опа На месте Все Во всем Хана Одаешь 42 Не нужны Ну смотри Что там Ваши 42 Там Напридумывают Какого-то Ну вот И все И так же Еет Видишь У меня Какая разница Абсолютно Колесо Чуть-чуть Висит Чуть-чуть На раму Я сел Ну Тут Что такого Ну Как-то Нет Нет Он Ползет Между прочим Смотри Видишь Если бы ты не мешал Я бы сразу Проехал Ну Блин Так И диагонали Конечно Мягко говоря Очково Ну Теперь Точно Вилы Все Я старался Да 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 Все Кайф Давай Сюда Свою Эту Поделку Сейчас Будем Вытаскивать Нормальный Заводской Автомобиль Уважаемые Клиенты Вообще Не понимают За что Отдали Денег Но Смотри Какое Страдание Смотри Все И не Смог Видишь Ну Все Очевидно В общем Бентли Бентли Не едет Пробуем Дальше Короче Вам Тупо Повезло Что Я Травилку Не Взял С собой Я Сейчас Просто Делаю Вот Я Прямо Вот Так На Камеру Я Просто Делаю Своих Колесах 0 3 Еду Домой Пить Чай Все А вы Остаетесь А вы Остаетесь Снимать Ну И кто И кто После Этого Великий Вот И Все Вот И Кончился Праздник Надо Было Раньше Налево Уходить Да Вот С этой Точки Жестко Жестко О Нет А там Ты В принципе Нормально Только Тебе Потом Не Вывернуть Будет Березы Кругом А мы На Бентли Но Вот Это Мощь Стоп Стоп Давай Здесь Дальше Аккуратненько Может Еще Назад Чуть Чуть Да Конечно Мосты Люто Прямо Едут Да И Вообще Главное Для него Это Не Страшно Что Он Капец Ну Все Я думаю На Врэнглере Мне не Нужно Сюда Заезжать Понятно Что Слишком Легко Нет Я пойду Сначала Как Ты Первый Повторить Конфиг Слишком Легко Да Все Готово Да Ну Прям Триальчик Мать Его Блин Я Просто Нетравленный Ты Понимаешь Дай Мне 0.5 Колеса Я Буду Вам Тут Показывать Шоу Мать Понимаешь Если Сейчас Бентли Проиграет Заказчик Будет Недоволен Я Вынужден Устраивать Клоунаду Чтобы Мы Смогли С тобой Заработать Но Согласен Чуть Поувереннее Ну Поштравленный Само Собой 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 По-моему, для нашего момента мы все доказали Да, конечно, 42-е колеса, даже на патруль мостах То есть я согласен, что даже у моего моста, наверное, яблокоредуктора все-таки поменьше, чем у патрулевых Ну, потому что просто у любого моста яблокоредуктора меньше, чем у патрулевых Но из недостатков у нас какие? Это, ну, это вечная война Короткая база против длинный, да? Потому что вы видели, как я на КРТ-6 еще крутился на пятачке на этом На длинной базе, естественно, об этом речи не могло идти Плюс у меня, естественно, есть конский выбор При этом 42-е колеса, естественно, дают сумасшедший просвет Как Иван сделал хода мостов, они огромные Не хватает выворота, потому что, чтобы был выворот, нужно колеса расставлять шире Тогда появится выворот Но через это машина станет вообще как чебурашка Просто колеса где-то здесь вот прям в этом месте стоят Да, тогда она будет там нести разворачиваться Потому что сейчас единственный недостаток это сочетание Сверх длинной базы с маленьким выворотом Это два правила, которые играют в одном союзе против вас, если вы за рулем Если вы конкретно там на рельефе на каком-то диком Но мосты оба просятся в перебор Но в этот раз мосты, если обычно патруль мосты покупаем мы Здесь ребята даже сухроудоспб Мосты в том же месте, но покупали они А значит мы совершенно ни при чем Потому что все эти звуки при езде, которые задают оба моста Ну, ребята патрулята Кто не косячит, тот не ребята патрулята Поэтому я думаю, что сейчас просто они мосты заново переберут Сделают и выйти-то не будет В любом случае, ну, это решаемая проблема более чем А так все, господа, спасибо вам, что смотрели в одну серию всю историю создания этого проекта Естественно нормальные, настоящие тесты, как вы любите А не рубрика третий день права Вы увидите на канале Offroad SPB Поэтому там, я уверен, что эта машина будет и тонуть, и гореть И мы же строим ее, чтобы она не царапалась Поэтому уже на третьем выезде что-то будет лежать просто кверху колесами в небо Возможно Или, знаете, на лебедки на дерево забираться, как обычно Почему бы нет В остальном же, я считаю, что получилось топ Проект не оставляет на дороге визуально равнодушным никого А фактически на бездорожье может, естественно, за счет 42-х Ого-го-кад Спасибо вам, спасибо ребятам из Offroad SPB Спасибо Сане, Юлику Спасибо, что дали вам возможность поснимать это все и показать это все вам Вам же всем огромные удачи И пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому